Вопрос требует дополнительного обсуждения. Два возможных индикатора здесь перечислены. Это либо полная отмена компенсационных фондов, либо обеспечение следования компенсационных фондов при переходе от СРО в СРО. И создание условий для добросовестной конкуренции. Я говорю о размещении заказов на конкурсной основе со значительным критерием качества квалификации. На следующем слайде показаны индикаторы достижения результата в части развития профессионального и предпринимательского сообщества. Перечислено три основных индикатора. В раздачном материале представлены ряд дополнительных. Это первое – объединение многоуровневого входа в профессию, формирование единого реестра профессиональных участников рынка и создание условий для повышения активности профессионального сообщества. Конкретные индикаторы показаны. Где-то, на наш взгляд, будет достаточно 20%, чтобы показать, что мы качественно сдвинулись. И от количества переходим уже к качеству. Где-то необходимо 50%, где-то, например, мы считаем, что если по каждому законопроекту, который выносится на публичное обсуждение, будет не менее 20 мотивированных позиций экспертов, это будет показывать, что профессиональное предпринимательское сообщество уже проявляет достаточную активность. Сейчас по ряду законопроекта вообще нет мнения сообщества, либо количество экспертов измеряется единицами. Отдельного обсуждения заслуживает такая большая проблема, как измерение репутации. В чем же можно измерить репутацию, имидж профессионального предпринимательского сообщества и системы саморегулирования в целом? Хотелось бы как раз этот вопрос поднять на обсуждение. Есть несколько точек зрения. Например, кто-то предлагает мерить через долю рынка, которая приходится на добросовестных участников рынка. Второй вариант – это доля споров, которая разрешается в досудебном порядке. И третий, например, возможность сообщества по лоббированию профессиональных интересов. Повод обсудить. В конце, повторю еще раз основные тезисы выступления. Первое. Предложен проект общегосударственной модели саморегулирования. Она четырехуровневая. Это государство в лице профильного комитета Государственной Думы, который рассматривает все законопроекты, которые так или иначе относятся к системе саморегулирования. И второе. Выбор министерства, которое отвечает за систему саморегулирования в целом. То есть функционирование в режиме одного окна. Второй уровень – национальные объединения, которые должны выполнять роль профессионального регулятора. Третий уровень – саморегулированные организации. И четвертый – представители профессионального и предпринимательского сообщества. Второй тезис. Предложены конкретные инструменты. Сохранение и развитие саморегулирования с группировкой. Первое. Что может сделать государство и что должно сделать сообщество. Еще раз обращу внимание, что государство может нам помочь в развитии саморегулирования, но мы, как сообщество, в любом случае должны двигать, развивать саморегулирование вне зависимости от позиции государства. Это в наших интересах. Безусловно, с государством будет сильно быстрее. И конкретизация, более подробное рассмотрение этих инструментов будет в дополнительных докладах моих коллег, которые последуют следом за мной. Спасибо. Спасибо. Какие вопросы? Саморегулированная организация «Спецавтокром». Мы объединяем производителей дорожно-строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники. Вот мы сижу вот здесь и только слышу о том, мы говорим с вами об одном и том же, что вы поднимаете вопрос только о обязательных СРО. О производителях здесь вообще никто ничего не говорит. Вот спасибо Орлова Ирина Георгиевна, которая подняла этот вопрос, что нужно по направлению. И вот вы предлагаете объединиться в национальное объединение. Как вы это видите, если мы, добровольная организация, производители, объединились для того, чтобы защитить интересы производителей, выпускающих данную технику. Постановление 656, если вы знаете, вот вышло для закупки государственных муниципальных нужд. Это мы его инициировали перед правительством. Мы его готовили. На сегодняшний день, благодаря другим объединениям, вы знаете, что производители Китая создали в России ту же самую организацию, которая защищает интересы китайских производителей. Отвечаю на вопрос по международным ассоциациям. У меня единственная просьба. Вопросов у нас очень мало времени. Вот вопрос. Почему вы не учитываете интересы производителей? Вы только учитываете интересы тех, которые выполняют услуги. А мы, производители, мы ни сертификаты не выдаем. У нас продукцию, которую мы выпускаем, она не сертифицируется. Можно задать встречный вопрос. Вы готовы сделать раздел в стратегии с рост добровольным участием и показать проблематику и предложение? То есть, на мой взгляд, вот эта модель, которая предложена, она масштабируется в том числе и на тот сектор, о котором вы говорите. Естественно, есть определенная специфика. И мы готовы услышать предложение и готовы вас пригласить включиться и проработать. Вот это только специфика для тех, кто принудит. А добровольный завод, который выпускает технику, у него там 150 рабочих, и он еле теплится и градообразующий. Вы извините меня. Я не могу согласиться, что эта модель только для тех, кто работает в рамках обязательного саморегулирования, поскольку, например, есть большое количество отраслей, где такая модель уже сложилась и в добровольном саморегулировании. Я вам говорю только про машиностроение. Есть специфика, готовы вас пригласить. Спасибо. Я думаю, что ключевой вопрос. Включайтесь. Лучше вас в сферу добровольного саморегулирования не знает никто. Совершенно верно. Поэтому подключайтесь. И если вы не подключитесь, то извините, тогда, наверное, каких содержательных вещей там может не оказаться. Включайтесь. Я задаю вопрос. И тут же как хочу ответить на тот вопрос, который задали. Значит, ситуация вот в чем. Ведь когда мы вступили в ВТО, все схватились за голову. Сейчас придет сюда иностранный капитал. Так вот, для саморегулирования это, наоборот, плюс. Почему плюс? Потому что саморегулируемая организация делает свои стандарты. И если она зарегистрировала стандарты в Российской Федерации, это является сертификатом. То есть, соответственно, все будут поставлять ваши вагоны и все автобусы, поверьте моему слову, их только надо правильно зарегистрировать. Коллеги, коллеги. Ну, помимо этого, я хочу вопрос задать. Александр Михайлович, одну секунду. Вопрос задать. Одну секунду. Значит, давайте так. Вот для того, чтобы все докладчики выступили, а, наверное, справедливо, если они 9 месяцев работали, дать им такую возможность, да? Жестко. 20 минут суммарно с вопросами. Поэтому, кто хочет задать вопрос, именно вопрос конкретно, докладчикам короткий ответ. И к докладчикам просьба хотя бы на 1-2 минуты сократиться, то есть там 12-13 минут. Александр Михайлович, я прошу прощения на этом, конкретно с Максимом Олеговичем, те самые 20 минут мы исчерпали. Я к вам подойду. Вопрос, большой строй, это не значит, там написано, да, что имеет преференции. Ну, вот приводим пример. Большой строй, это, к примеру, 500 юридических лиц и строй 25 юридических лиц. Александр Михайлович, ответ простой. Законодательно не должно быть никаких преференций. Законодательно. А все остальное, пожалуйста, если у вас есть возможность... Не должно быть прямого средства. Если ты большой, ты имеешь большие полномочия, большие преференции. Если ты хороший и большой, имей большие полномочия, ты их заслужил. В противном случае все будут гнаться только за численностью. Почему? Потому что от этого будут зависеть преференции. Хорошо. Спасибо. Александр Михайлович, буквально замечание. Я не буду задавать вопросы, типа организационную структуру, которую предлагают. Это не есть развитие стратегии саморегулирования. Сзади вас Институт деловой репутации. Директор здесь. Он же является председателем технического комитета 066, который создал уже стандарты о репутационных характеристиках. К сожалению, мы вчера с Михайловичем обсуждали это на совете. Видеозапись есть, можно посмотреть. Там есть свои вопросы. Спасибо, Максим Олегович. Следующий докладчик у нас Александр Валерьевич Любинский. И тема недобросовестное СРО. У меня еще раз убедительная просьба на одну-две минуты покороче. Спасибо. Добрый день. Я, наверное, сегодня затрону такую самую острую тему, которая в наших кругах обсуждается, и которая является, наверное, ложкой дегтя в той бочке меда, которая, в общем-то, те возможности, которые дает саморегулирование нам. Ну, действительно, по закону Бромовского движения плохая информация, во-первых, она распространяется в 10 раз быстрее, чем хорошая, и она распространяется не только на горизонтальном уровне, она идет еще и вверх. И мы сегодня слышали, что министр строительства ЖКХ является ярым противником саморегулирования. ЖКХ отменяется с 1 мая, и строителям-проектировщикам он дает год на то, чтобы его переубедили не только аргументами, но и делами. Понимаете, как все запущено и опасно? Вот, поэтому наше сообщество должно как бы выработать те критерии, те условия, которые позволят вот эти проблемы минимизировать практически до нуля. Ну, для того, чтобы обсуждать проблемы, наверное, в первую очередь надо понять, а почему они появились. Вот, я когда спрашиваю своих друзей, может быть, там, партнеров, знаете ли вы, что такое саморегулирование? В большинстве случаев ответ такой, мошенники и воры. Ну, это мошенники и воры. Ну, вот, сегодня выступал Росреестр, и там была такая картиночка, с левой стороны обязательные направления профессиональной деятельности, точнее, где обязательно саморегулирование, и добровольные. Там было слева 11, но сейчас их будет 10, потому что изыскатели с проектировщиками надо меняться. И здесь 10, такой паритет. И как раз вот в этом принципе, уже Константин Николаевич об этом говорил, как заложены основы появления негатива. Вот смотрите, добровольные сро, это добровольные не по своим возможностям, но и по возможностям тоже, но и по своему сознанию. То есть они приняли для себя решение объединиться. Вот. А обязательные, там все по-другому происходит. Там, понимаете, там вот закон, вот как в стройке, с 1 января 2010 года всем перейти. Кто хотел, кто не хотел, кто понимал, все попали под действие этого закона. То есть он таким широким ковшом прошелся по рынку, и все попали, и понимают, что без допуска заниматься профессиональной деятельностью невозможно. Хотя ты не сторонник этой идеи. Не секрет, что, я сейчас не буду говорить, больше половины или меньше половины лицензий в нашей стране покупаются. И, соответственно, когда лицензия являлась пропуском на рынок, а сейчас стала пропуском являться допуск сро, соответственно, вот эта ментальность, она перешла и сюда. То есть проще купить, чем заслужить, заработать, и доказать, что ты являешься, ну, действительно добросовестным участником профсообщества. Вот здесь еще есть одна причина. Несовершенство законодательной базы. Ну, мы понимаем, что сегодня в законодательстве, как федеральным, так и трофеом, есть очень много белых пятен и проблем их зон. Почему сегодня коммерческие СРО, недобросовестные СРО, выигрывают суды у регуляторов всех надзоров? Здесь господин Быков, наверное, нам объяснит. Это в вашем регионе, по-моему, да? Такие явления были. Почему? Потому что есть дыры в законодательстве. А мало того, государство, оно как бы, ну, может быть, неосознанно, но усугубляет эту ситуацию. Потому что мы говорили, что принцип ротации является, может быть, ключевым для того, чтобы, ну, как бы, этот негатив не появлялся. У нас же поднимается закон президент нас обвинения на два срока. Тоже в калажный ряд хотим. У нас президент страны два срока, и мы два срока будем. Может быть, скоро и три срока будем, да? Ну, и последний, третий, точнее, третья причина. Понятно, что вот если бы не было вот этих отношений деньги-товар, то, наверное, бы, вот как в добровольных, там не было бы почвы для того, чтобы можно было торговать допусками, закрывать глаза на какие-то требования. Поэтому многие руководители СРО рассматривают это как, ну, дополнительные возможности своего обогащения, ну, и так далее. Вот мы на рабочей группе дали, постарались дать определение, что же такое некоммерческое СРО. Вот мы назвали его не СРО, но это саморегулированные организации, которые, первое, сознательно игнорируют выполнение базовых принципов саморегулирования, а их два, это качество услуг для потребителя и создание условий добросовестной конкуренции. И второе, используются в целях получения выгод руководством этих организаций. Вот здесь перечислено 9, может быть, их и больше, может быть, их 20, может быть, 30 признаков, а не добросовестных СРО. Это не значит, что если организация удовлетворяет одному или двум этим признакам, она является уже недобросовестной. Скорее наоборот, если она недобросовестная, вот эта группа признаков будет тогда налицо. Ну, сами посудите, я директор саморегулированной организации. Сейчас идет шквал звонков, шквал писем в СРО за час, за день, нулевые вступительные взносы. Нам, нам в СРО поступают, мне предлагают вступить, знаете, как минометный шквальный огонь по площадям, никаких требований, только платите членские взносы, они минимальные, дальше комиссионный фонд в рассрочку или как-то еще, и получаете свидетельство. Вот льготные условия. А, как бы, организации, вот смотрите, в добровольном саморегулировании, там кто принимает решение по вступлению в СРО, наверное, все-таки руководитель компании, ну, или коммерческий директор. А при обязательном саморегулировании в больших организациях есть отделы лицензирования, там сидит клерк, который отвечает за получение лицензий, сертификатов вендоров, свидетельств СРО. Поэтому этот клерк выбирает путь наименьшего сопротивления, чтобы выполнить задачу получить свидетельство СРО. Естественно, они неосознанно для себя попадают в эти коммерческие СРО, которые начинают вот так отрасти и пухнуть как на дрожжах. Я, наверное, не буду это все перечислять, это все видно и есть в раздачных материалах, тем более время мало, пойдем дальше. Вот, что у нас будет, если мы не поставим эту проблему на самый верх и не попытаемся ее решить. Ну, во-первых, конечно же, ослабевают позиции добросовестных СРО. Вот, ну, опять же, по своему опыту, из 10 обращений к нам в СРО, у нас остается, наверное, только один. А все остальные, они переходят как раз уходят на пути наименьшего сопротивления, оказываются в коммерческих СРО. Или где-то еще. Дальше. То есть, сейчас вот растут только коммерческие, сейчас вот остальные СРО, они не растут, у них даже численность не уменьшается в связи с кризисом и какими-то другими явлениями. Вот, а здесь, вот, соответственно, теряются позиции. Дальше. Ну, понятно, что если организация пришла на, допустим, на государственный конкурс со свидетельством СРО, а это свидетельство не подкреплено, то есть, ее возможностями, наличием специалистов, их квалификации, ресурсами, какими-то моментами, то, естественно, этот конкурс, он проваливается, либо заказчиком идет договоренность о закрытии актов, вот, либо этот исполнитель попадает в реестр недобросовестных поставщиков, и бюджетные деньги, они как бы для него закрыты. То есть, коррумпирование отрасли, ну, и, соответственно, дискредитация системы саморегулирования, вот, весь негатив, он приводит к тому, что все-таки государство думает, а может быть, нам вообще перейти к лицензированию и отменить вот то, что мы дали на откуп профессиональным сообществам. Как бороться? Бороться можно с разных, подойти к этому можно с разных сторон. Законодательная база, есть пробелы, значит, их надо устранять. сегодня регулятор не может действительно проконтролировать СРО. Вот у нас Ростехнадзор, там в отделе 10 человек, которые занимаются СРО. Вот как он может 400 организаций проконтролировать? Наверное, надо передавать полномочия, наверное, национальным объединениям. И вот сегодня Мороз, Антон, говорил, что, ну, это, наверное, положительный фактор, что принимается закон, который дает полномочия национальным объединениям, допустим, участвовать в проверке этих СРО и давать какие-то рекомендации в адрес регулятора. Соответственно, появляется там единый реестр специалистов, ну и так далее, и так далее. Соответственно, в общественных организациях, таких как КПП, РСС, должны быть рабочие группы, которые разрабатывают механизмы, механизмы устранения вот этих проблем. Появляются рейтинговые агентства, которые мониторят СРО, появляется какая-то методика определения СРО, оно удовлетворяет требованиям или не удовлетворяет, и мы ориентируемся как раз вот на этих независимых экспертов в своих оценках. Ну вот, такие индикаторы, если они будут выполняться, ну, соответственно, мы можем сказать, что наша задумка удалась. Соответственно, нужно не сечь головы, да, там, не расстреливать у стен, а надо создать именно такие условия, которые приведут к тому, что вот эти недобросовестные СРО, ну, просто они не будут, у них не будет условия появления, да, и они никому не будут нужны. Вот тогда эта проблема сама собой решится. Обязательно профессиональная сообщество должна реагировать на все эти факты. Вот сегодня на совмещении они устранились, устранились от работы по борьбе. Ну, есть Ростехнадзор там или регулятор, они борются, да, вписать в уставы на совмещении именно вот эту задачу. Ну, и третье, что очень, конечно, всеми будет восприниматься тяжело, это обязательная периодическая ротация. Все, спасибо. Спасибо, Александр Валерьевич. Какие вопросы? Коллеги, есть вопросы? Замечательно. Следующий доклад у нас Олег Леонидович Литвинов, вопрос информационной открытости, несмотря на то, что есть отдельная секция, мы дальше сочли необходимым вынести этот вопрос. Тоже убедительная просьба на 1-2 минуты покороче. Спасибо. Добрый день всем, да, для пустос. Сейчас. Сейчас, извините. Я сейчас попущу следующий, а потом подготовлюсь. Да, Мария Михайловна Воронина. Вопрос ответственности, ну, как мы говорили, очень важно, чтобы инструменты реально действующие. Мария Михайловна, руководитель рабочей группы, и вот в рамках секции по стратегии тоже есть докладка. Пожалуйста. Уважаемые участники конференции, значит, на самом деле, когда речь шла о развитии стратегии в рамках саморегулирования, меня попросили рассмотреть возможность представить процесс развития механизма профессиональной ответственности в рамках той парадигмы, которую, ну, которая, видимо, была озвучена сегодня, в части того, как на ожидаемом горизонте, который мы с вами планируем с 2014 по 2025 год, как можно развить механизм ответственности, вообще, как он будет трансформироваться и почему это происходит. И, собственно говоря, вот на поставленные вопросы мы постараемся ответить, потому что планировать в рамках ближайшей стратегии можно. Мы изучили международный опыт, мы изучили те тренды, которые сейчас существуют в Российской Федерации, они ясны, то есть ситуация с сегодняшнего дня нам понятна. Ближайшая перспектива тоже очевидна, потому что так или иначе те или иные процессы развития профессиональной ответственности как механизма описываются в ряде публикаций, рассматриваются на разных сайтах, идут обсуждения, но понимание того, как планировать на 2005 год, на сегодняшний день всякого рода прогнозирование больше, чем 10 лет просто неуместно. Поэтому я уже говорила о том, что одним из промежуточных итогов работы нашей рабочей группы это стало создание классификации профессиональной ответственности. То есть любой механизм профессиональной ответственности, будь то компфонд, будь то страхование, будь то смешанные формы страхования, страхование плюс компенсационный фонд, банковские гарантии, общество взаимного страхования, все, что мы сейчас рассматривали как раз на секции по профессиональной ответственности, любой из этих видов инструментов организации профессиональной ответственности можно классифицировать в рамках представленной вам классификации. Что хотелось бы сказать в качестве того, как мы изучали эти тренды. У нас было 74 сайта, я уже говорила, что страны представленные были из двух основных правовых групп, это англосаксонская правовая группа, где доминирующее бесспорное безапелляционное частное право является базовым, и очень много вещей в части формирования отрасли было отдано общественным организациями, собственно говоря, они являлись такими мини-министерствами управляющими этими иными отраслями экономики. Совсем другая картина была, когда мы изучали романо-германскую группу стран, где роль государства уже представлена несколько иначе, где саморегулирование является, не надо рассматривать в принципе саморегулирование как нечто, что заменит в отрасли управления госрегулированием, ни в коем случае. В странах ЕС саморегулирование является органичной частью управления экономикой в принципе, где переход от госрегулирования через структуры квазирегулирования, со-регулирования отрасли, то есть где еще государство все функции не отдало контроле надзора и уже введены элементы саморегулирования, до чистого саморегулирования есть механизм оценки риска влияния в отрасли. если риск потери управления государством ввели, то, как правило, переход останавливается либо в рамках квазирегулирования, либо, собственно говоря, структуру саморегулирования так и не опускается. А вот если отрасль готова и при переходе на саморегулирование такие критерии, как увеличение конкурентноспособности, как защита потребителя, вот эти все критерии работают лучше, то тогда принимаются решения в отношении того, что эта отрасль наверное имеет смысл переводить уже на саморегулирование. Фактически вот этот анализ кратко нам дал изучение вот этих 74 сайтов и, собственно говоря, тех отраслей, которые там наиболее представлены. Где представлено саморегулирование в большей сфере? Конечно, финансовый рынок, вся англосаксонская правовая система, США, Канада, Австралия, Великобритания, все вот весь финансовый рынок фактически находится либо в стадии саморегулирования, либо в стадии квазирегулирования. Когда появилась квазирегулирования? В основном, конечно, это итоги двух кризисов, которые были в начале 2000-х и 2008-2010-х годов, где уже в принципе, когда было понятно, что бизнес не справляется с защитой интересов потребителей, более того, игнорирует защиту потребителей, были созданы общественные институты и государство в Белуу, очень много дополнительных инструментов регулирования финансового рынка. Это можно заметить во всех тех правовых актах, которые были приняты в Америке. И уже потом как бы такой цепной реакции Канада, Великобритания. И вот этот тренд, который был намечен, что уйдет усиление роли государства на финансовом рынке из-за смежных отраслях в секторе B2B, да, это вот аудит, это оценка, это прослеживается общий мировой тренд, и в принципе деваться здесь было некуда. И, но у нас обратная ситуация, нам-то только-только дали возможность перейти на рельсы саморегулирования, только, что называется, дали выйти за дверь, погулять, и потом, собственно говоря, сейчас нас путем изменения нашего законодательства как бы возвращают обратно, через плази регулирования, вроде бы саморегулирования фактически у нас не было, в части его фактически не было, и уже после принятия того законопроекта, который сейчас в Госдуме 316-841-6, давима уже и не будет. Для того, чтобы более подробно рассмотреть отрезки 2014-2020 годы, когда мы переходим от выраженных угроз к системе государственного структурирования, вот если посмотреть те критерии 7 критериев, по которым мы сравнивали, то 2014-й год на сегодняшний день представляет основные тренды, которые используются при формировании института, механизма, извините, профессиональной ответственности. Что мы получаем? Значит, место, где организуется профответственность, саморегулируемая организация. Почему? 15-й закон говорит однозначно, компенсационные фонды принадлежат саморегулируемым организациям. Саморегулируемая организация не принимает члена, если у него нет оплаченной страховки. То есть местом, где идет обязанность проверки организации профответственности, является саморегулируемая организация. По характеру выплат, никто у нас на сегодняшний день, я имею в виду основной тренд, то есть большинство выплат, у нас сейчас идут они в двух профессиях, это у арбитражных управляющих, у устроителей, только по решению суда. характер желаемых благ, конечно, на сегодняшний день в рамках стагнации рынка, а я на своей сети говорила, что когда речь идет о монетарных вещах, о профессиональной ответственности, это монетарная вещь, где экономика есть, всегда будет доминировать экономический смысл, а это значит выгода, это значит деньги. Соответственно, характер желаемых благ, конечно, мы хотим получить компенсацию в виде денег. очередность вытуты, конечно, дополнительная ответственность, потому что на сегодняшний день возраст саморегулируемых организаций настолько мал, что сформированные фонды, сформированные механизмы профессиональной ответственности физически не помогут покрыть весь материальный ущерб, который нанесен. И по характеру организации, как правило, коммерческая, почему? Потому что основной тренд, который сегодня присутствует как механизм организации профответственности, это страхование, компенсационный фонд в меньшей степени основной тренд и за рубежом, и у нас это страхование, разные виды страхования, индивидуальные, коллективные, смешанные формы, страхование индивидуальное, а потом коллективное страхование либо юридического лица, либо профессионального сообщества. Формы очень разные, но страхование доминирует. Почему? Потому что горизонт возможного планирования 3-5 лет и принципиальные выплаты, затраты, которые вы потратите на организацию своей профответственности, в рамках страхования они понятны, вы можете это планировать. Все остальные расходы, как разовый компенсационный фонд, мы сегодня выложили 10 тысяч рублей, у вас прошла инфляция, и 10 тысяч рублей, которые сюда представляли, какие-то доллары, сегодня просто превращаются в ничто. В основном используемые у нас инструменты это компенсационные фонды, страхование и в большей степени смешанные формы страхования. Что бы хотелось к горизонту 2020 года получить, то есть к чему надо было бы стремиться, улучшая механизм профессиональной ответственности. Хотелось бы, если фактически институт саморегулирования, дай бог ему здоровья, будет развиваться, и мы органично перейдем к созданию национальных объединений, то управление финансовыми инструментами объединенно выгоднее управлять. То есть тогда надо было бы передать вопрос управления национальным объединениям. Одно дело платить каждому СРО за управление, другое дело всем собраться, передать национальному фонду, и тогда вопроса перехода члена из СРО в СРО не будет, потому что компенсационный фонд находится в национальном объединении, и собственно говоря этой проблемы точно не будет. По характеру обязанности выплат, коллеги, у нас сейчас все в основном проходит в рамках действующего законодательства, но сколько раз на нашей конференции либо на площадке Совета было сказано, что чем больше, чем больше у нас наших документов и меньше законодательства, тем больше у нас саморегулирования. Сейчас мы работаем в рамках 315-го отраслевых законов судебных решений, а хотелось бы как работать? Хотелось бы работать через наши внутренние корпоративные документы, когда мы сами устанавливаем процедуры и порядок обязанности погашения причиненного вреда. Я вам говорила, что, слава богу, в России есть потрясающий пример, когда в Уральском округе был нанесен ущерб недобросовестным риэлторам, собрались коллеги данного горя специалиста и компенсировали в полном объеме нанесенный ущерб потребителю. Редкий случай, но, коллеги, это идеальный вариант, к которому надо стремиться. То есть, прежде всего, надо от законодательного переходить к корпоративному, а по возможности к медиации, по возможности к медиации и к добровольной выплате. Характер желаемых благ. Безусловно, он останется материальным, потому что понятно, что в ближайшие пять лет горизонт развития экономики очевиден. Будет либо продолжение стагнации, либо будет незначительный подъем. Соответственно, монетарная составляющая будет очень важная. Следующий момент по очередности выплаты. Дополнительная ответственность. Сейчас многие саморегулированные организации сразу вводят ограничительный барьер в размере какого-то процента, который выплачивается из компенсационного фонда в случае наступления негативного случая. И на Западе такая же была ситуация, но по мере того, как саморегулирование в той или иной отрасли росло, компенсационные фонды росли, то и процент погашения они добровольно увеличивали. Таким образом, что они делали? Они перед своим потребителем говорили, что мы улучшаем свои конкурентные преимущества, мы улучшаем, мы увеличиваем свои обязательства за честность нашего коллеги, который вам окажет все или иные услуги. потребители, идите к нам, потому что, если вы будете недовольны, мы компенсируем не 10% вашего обыка, а 50%. И вы, как потребитель, еще подумайте, в какое СРО обратиться, к какому члену обратиться на предмет получения услуг. Действительно, формирование компенсационного фонда и профессиональной ответственности на самом деле надо ставить как конкурентное преимущество саморегулируемой организации. И что касается по характеру организации. Две минуты осталось. По характеру организации понятно, что это коммерческое будет. И, может быть, к 2020 году дойдем до ситуации формирования репутации. Намного проще ситуация в отношении, если планировать в отношении 2020-2005. Понятно, что на Западе, кстати, очень многие, вот в Скандинавии очень интересный пример, Швеция, Норвегия, Финляндия. Они в качестве конкурентного преимущества говорят о том, что профессиональную ответственность за них гарантирует государство. То есть, сформированный компенсационный фонд они оставляют на себе на правах собственности перед государством и выставляют это в качестве своего конкурентного преимущества на всей территории ЕС. Коллеги, если посмотреть и сравнить эти принципы, то в принципе, на самом деле, только первые пять могут поменяться. Вот, это будут лучшие отечественные практики. Где размещать? СРУ, национальное объединение, практика покажет. Кстати, Центральный банк уже смотрит на наш компенсационный фонд. По характеру обязанностей хотелось бы, конечно, ввести медиацию. Вот, по характеру материальных благ хотелось бы ввести не монетарную. И по очередности выплаты, конечно, надо увеличивать. Но когда мы встанем на ноги, потому что 13 лет это не возраст для гражданского правового института, и тем более для накопления фондов, из которых можно было бы осуществлять экономически целесообразную выплату в качестве компенсации. Конечно, можно остаться без ничего, но хотелось бы, чтобы это было экономически целесообразно и для бизнеса тоже. Вот, в принципе, если говорить о горизонте развития, то так улучшать механизм профессиональной ответственности для большей привлекательности для потребителей я вам практически сейчас продемонстрировала. Спасибо. Спасибо, Мария Михайловна. Вопросы есть, Мария Михайловна? Замечательно. Тогда у нас Олег Леонидович Литвинов с информационной ответственностью. Извините, волнуюсь. Спасибо. 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 Так, уважаемые коллеги, при неоднозначных выводах доклада об оценке результативности системы регулирования, о котором представитель Минэко нам сегодня говорил, взаимодействие между участниками системы саморегулирования является краеугольным камнем вообще существования самой системы. Все мы понимаем, система без взаимодействия это лицензирование. Удобно, просто, всем понятно и госорганы умеют с этим работать. Если профессиональное сообщество хочет сохранить институт саморегулирования в России, именно сейчас оно должно не останавливаться и продолжить выстраивать эффективное взаимодействие между участниками, четко определить состав, их цели, задачи, зоны ответственности, правильно выстроить механизмы взаимодействия между ними. Для этого необходимо провести анализ текущей ситуации и определить конкретные пути и шаги решения. Взаимодействие в саморегулировании происходит между тремя основными группами участников. Первое это профессиональное сообщество, как группа наиболее заинтересована в осуществлении профессиональной предпринимательской деятельности. Второе это потребители, которые заинтересованы в качестве получаемых товаров и работы услуг. И третье это государственные органы, которые заинтересованы в качестве исполнения профессиональной деятельности и удовлетворенность граждан, то есть потребителей. На сегодняшний день состав участников неполный, в результате чего система саморегулирования взаимодействует не согласованно. Текущую ситуацию можно представить в виде матрицы, на которой видны существующие пробелы во взаимодействии. Видно, что взаимодействие между СРО и организациями установлено. Происходит общение профессионалов, как минимум на двух межотраслевых площадках, в частности, Совет ТПП по саморегулированию. И важно отметить, что саморегулирование на уровне профессионального сообщества состоялось. Однако, для развития его в общегосударственную модель саморегулирования необходимо устранить пробелы во взаимодействии с госорганами и, главное, потребителем. Неполный состав участников и несогласованность взаимодействия послужила причиной возникновения проблемных зон. Происходит формальное взаимодействие регуляторов с профессиональным сообществом, выраженной в бюрократе контрольных функций, исключающие вопросы качества, профессиональной деятельности и защиты потребителей. В России зарегистрировано более 1200 сроков, при этом отсутствует единая площадка, через которую правительство могло бы получать обратную связь с профессиональным сообществом. Здесь, кстати, возникает нонсенс. Если один регулятор не справляется с большим количеством участников, но при этом мы знаем, что госорганы имеют достаточно неплохие бюджетные ресурсы, то как он видит, что одно или два срок справятся с этой функцией, с которой он не мог справиться? Ну, это нюанс. В итоге, акцент сегодняшнего саморегулирования на контрольных функциях не позволяет сформировать как на межотраслевом уровне, так и в рамках одной отрасли сообщества профессионалов, занимающихся вопросами саморегулирования качества деятельности и защиты потребителей. Также акцент сегодняшнего саморегулирования на контрольных функциях послужил просто построению формальных коммуникаций между СРО и организациями-членами, в том числе в вопросах раскрытия информации. Мы показываем информацию, но про качество там ничего не сказано, выполняем законодательство. Не созданы площадки для обсуждения профессиональных вопросов между членами одного СРО, хотя бы одного СРО, мы уже не говорим об отраслях, что создает восприятие профессиональным сообществом саморегулирования как барьер. Либо ты в СРО в данном случае обязательный, либо, соответственно, не занимайся. Отсутствует у потребителей информация о пользе саморегулирования. Взаимодействие потребителей со СРО реализуется только на уровне приема жалоб. Важно отметить, что отсутствие механизмов взаимодействия участников привело к отрицательным тенденциям изменения системы саморегулирования. Отсутствие у правительства информации об эффективности еще не означает неэффективность самого саморегулирования, но побуждает к усилению госрегулирования. Необходимость взаимодействия с большим числом СРО несовершенные механизмы сбора информации вынуждают регуляторов принуждать профессиональное сообщество к сокращению и укропнению срока. При этом вопросы удобства регуляторов превалируют над вопросами качества самих отраслей. Отсутствие возможности диалога профессионального сообщества с правительством, а также подмена такого диалога, позволяет отдельным участникам манипуляризировать коммерческий контроль отраслей или конкретной отрасли. В результате, когда законодательные акты принимаются без учета или с подменой мнения профессионального сообщества, без анализа регуляторного влияния усиливается пассивность профессионального сообщества и снижается доверие к правительству. Саморегулирование профессиональной деятельности это добровольно-принудительное общественное объединение. Мы добровольно выбираем площадку для диалога, мы добровольно ведем диалог между собой, но мы принудительно исполняем то, о чем достигли договоренности. И в данном случае лично мне непонятно, почему практически все разделяют обязательное и добровольно-саморегулированное. Это формальность. На самом деле принцип объединения и в добровольной, и в обязательной, один и тот же. Просто в обязательной государство заставило еще зафиксироваться. В итоге, чтобы построить эффективную систему саморегулирования, профессиональное сообщество должно определить четкий состав участников, необходимый для качественного решения вопросов, проблем и задач. Для реализации саморегулирования, по сути, профессиональное сообщество должно договориться о принципах корпоративного саморегулирования и реализовать их в практику. Я подчеркиваю слово корпоративное, потому что частности, на которые мы постоянно переходим, они на уровне отраслей, но не на уровне самого саморегулирования. Профессиональное сообщество должно самоорганизоваться для того, чтобы показать правительству, что может вести конструктивный диалог. И чтобы правительство понимало, с кем именно можно вести этот диалог. Для достижения желаемого будущего этапа до 2020 года состав участников должен быть дополнен. Во-первых, профессиональными комитетами Совета Федерации, Государственной Думы, уполномоченными рассматривать законы проекта, связанные с саморегулированием. Федеральным органам исполнительной власти, отвечающим за ведение реестра СО всех отраслей. Министерством, в том числе отвечающим за государственную политику в сфере саморегулирования во всех отраслях, взаимодействующие с профессиональным сообществом по принципу одного окна, а не как сейчас, с огромное количество министерств. Инициативным межотраслевым объединением, созданным по инициативе самих участников профессионального сообщества. Ну и, разумеется, национальными объединениями СРОК и профессиональными регуляторами соответствующих отраслей. Еще раз повторю, принципы СРОК на уровне системы саморегулирования, в частности, на уровне национальных объединений. Для конструктивного диалога и разработки принципов корпоративного саморегулирования у профессионального сообщества должна быть единая площадка. Эта же площадка должна взаимодействовать с правительством по принципу одного окна, от лица участников саморегулирования. Я не говорю, что она должна отвечать за все отрасли. Она должна показывать правительству, что саморегулирование работает. Такой площадкой может выступить инициативное межотраслевое объединение, включающее большую часть национальных объединений и саморегулируемых организаций в тех отраслях, в которых нет национальных объединений. Например, это может быть совет торгово-промышленной палаты по саморегулированию, который, собственно говоря, нас здесь и собрал. В рамках такой площадки должны быть разработаны и приняты к исполнению корпоративной стандарты саморегулирования. На ее базе должны быть разработаны критерии оценки для эффективности саморегулирования на уровне системы отраслей. То, о чем вы все спрашивали, как будут критерии, сможем оценить. Соответственно, для контроля развития саморегулирования, основываясь на корпоративных стандартах и критериях оценки, необходимо будет регулярно проводить анализ оценки эффективности системы саморегулирования. Результаты такого анализа должны быть открытыми и доступными для всех участников. И заказчиком такого анализа и источником информирования также может стать инициативное межотраслевое объединение. Формальное формирование положения имиджа саморегулирования в обществе невозможно без информационной системы обмена и предоставления информации. Подчеркиваю, не просто информационная открытость, а обмена и предоставление информации, доступной для всех участников, в том числе профессионалов и потребителей. Защита отрасли невозможна без определения критерий оценки механизмов выявления недобросовестных участников, но главное это довести информацию о недобросовестных участниках до профессионального сообщества и главное для потребителей. Инициативное межотраслевое объединение фактически не сможет стать площадкой для всего сообщества профессионалов всех отраслей. Поэтому площадки для привлечения профессионалов к обсуждению профессиональных вопросов и вопросов отраслевого регулирования должны быть созданы на уровне национальных объединений и саморегулируемых организаций, независимо, есть или нет национальных объединений. Однако без правительства все равно идеальной системой построена быть не сможет. Поэтому совместно с правительством нужно решить следующие вопросы. На сегодняшний момент законодательная база для функционирования СРО содержит около 900 документов. Чтобы не утонуть в таком разнообразии нормотворчества, поможет законодательное оформление общегосударственной модели саморегулирования, реализуемое при условии. Трансформация закона о саморегулируемых организациях в закон о саморегулировании, определение министерства, на которое будет возложена ответственность за государственную политику в сфере саморегулирования. К примеру, это может быть не на эконом развития. Важно, чтобы оно взаимодействовало с профессиональным сообществом, также по принципу одного окна. Определен федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за ведение единого реестра. Для того, чтобы участники тоже не метались между регистраторами, а знали, что они могут прийти в одно место и зарегистрироваться, а участники могли получить информацию тоже из одного источника. Определение комитета Государственной думы и комитет Совета Федерации к вопросам ведения которых будет отнесено рассмотрение законопроектов, связанных с саморегулированием. Понятно, что без законодательного органа 900 документов не превратятся в один. С этого года президенты правительства Российской Федерации проводят регулярную оценку результативности системы саморегулирования на основе ежегодного системного мониторинга деятельности СРО в отраслях экономики сегментов. Межотраслевое объединение, созданное самими участниками, должно стремиться стать полноценным участником этого мониторинга. Соответственно, важным и наиболее острым обсуждаемым вопросом это взаимодействие именно сообщества с правительством. Нет информации, будут поступать по-своему. Следующее. Важным и наиболее остро обсуждаемым элементом системы саморегулирования является механизм материальной ответственности членов СРО. Только посредством совместного анализа эффективности механизмов правительство и профессиональное сообщество смогут найти работающие решения. Достижение вышеожвученных результатов позволит профессиональному сообществу и правительству создать полноценную и эффективную систему взаимодействия, включающую всех участников саморегулирования и эффективно проводить ежегодный системный мониторинг. Собственно говоря, видно, что практически все задействованы. К отличительным чертам 2025 года можно отнести следующее. Межотраслевое объединение – полноправный участник общегосударственной модели саморегулирования и включено в систему мониторинга. Принципы корпоративного саморегулирования внедрены и исполняются на всех уровнях саморегулирования. Профессиональное сообщество самостоятельно оценивает эффективность развития саморегулирования. Результаты оценки открыты и публичны. При выявлении необходимости внесения изменений в законодательное регулирование инициатива исходит от профессионального сообщества, а не от государства. Информационный обмен публичен и доступен для всех участников. Активность профессионального сообщества и доверие потребителей к саморегулированию высокая. Главным критерием при выборе товаров, работы и услуг потребитель определяет для себя добросовестность участника. До 20-го у нас были недобросовестные, после 20-го главный критерий добросовестность. Все открыто, выбрал добросовестного, получи результат. Выбрал недобросовестного, твоя зона ответственности. Потребители доверяют механизму материальной и репутационной ответственности членов СОО. Для споров в сфере профессиональных услуг, разрешаемая доля споров в системе профессиональных услуг, разрешаемых в досудебном порядке, превышает 70%. Профессиональное сообщество является полноценной частью гражданского общества, и профессиональное сообщество ведет равноправный диалог с органами власти и поддерживается в правительстве. Спасибо. Спасибо, Антон Михайлович. Какие вопросы? К микрофону, пожалуйста. В сущности у меня вопросов нет, потому что товарищ несколько заблуждается. Я бы хотел вот 20 секунд поправить. У нас нет понятия обязательно и добровольно. Мы ввели, во всем мире рассматриваются такие формы саморегулирования, как делегированное, сорегулирование, добровольное и чистое самоуправление. Мы сейчас на нижней ступенечке находимся. Делегированное самоуправление, делегировало нам его государство. И второе замечание. Я вот день сижу, как говорится, я не услышал определения, что такое саморегулирование, принципы саморегулирования, на чем мы вообще-то основываемся. Вот такое замечание. Извините, спасибо. Принципы у нас очень подробно описаны в самой стратегии и озвучены в другой презентации. А для того, чтобы понять, что нам спущено сверху и так далее, по-моему, никто из вас, никого из вас не заставляет выбирать конкретную марку автомобиля. Но зато их много предоставляют. То же самое здесь. Вы можете объединиться и решать профессиональные вопросы, а можете ссылаться на то, что кто-то спустил, есть обязательно, есть добровольные. Да ерунда все это, отмазки. Вы либо вместе сотрудничаете и договариваетесь, и достигаете определенных результатов, либо ищете тупики. Это решение индивидуально каждого. Не секрет, что большинство населения на Земле является пассивным и ленивым и ждет, когда ему создадут площадку, чтобы к ней присоединиться. А как только их попросят что-то сделать, они сразу в кусты. Ничего страшного. Есть инициативные группы, создадут и предоставят такую площадку. Уважаемые коллеги, на самом деле, я думаю, что те, кто уже в первой части был, а сейчас, могут наблюдать, что есть вещи, которые проходят из одного доклада в другой, то есть, видимо, есть некая позиция наработанная. Есть вещи, которые расходятся между докладами, и еще раз говорю, ничего страшного в этом нет. Потому что мы в начале пути, есть некие основные положения, с которыми работаем. Ну и вообще, я очень все-таки предлагаю, если не сейчас, а мы разместили за неделю до конференции вот эти основные положения, все-таки открыть даже сейчас на странице 63 самым первым пунктом написано, что мы понимаем под саморегулированием, как рабочая группа. Не то, что написано в законе о саморегулированных организациях. То, что там написано, является инструментом достижения сути саморегулирования. Значит, следующий доклад у нас будет Чечерский Семен Михайлович, и тема у нас про информационную открытость. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Наш с Олегом Леонидовичем доклад посвящен информационной открытости, как необходимые условия развития саморегулирования. Действительно, одним из факторов успешного развития саморегулирования в России является информационная открытость всех участников экономических отношений. Обращу ваше внимание, вот даже на формулировку, это информационная открытость, это не раскрытие информации, которая описана нам законом, а это нечто большее, то есть это информационная открытость, направленная на удовлетворение потребностей всех участников экономических отношений, И которая должна обеспечиваться тоже всеми участниками и государства, и органами надзора, и саморегулированными организациями. И так далее. На слайде потребители информации. Кто это? Это, во-первых, государственные и муниципальные органы, органы надзора, профессиональное сообщество лица нас с вами, потребители работ, услуг, в том числе и заказчики, общественные организации, сами профессионалы и предприниматели. Мы с вами видим, что информация действительно нужна всем, и в ее получении заинтересованы все участники рынка. Какое на сегодня имеется состояние дел? Характеризовать его можно простой фразой. Закон об информационной открытости есть, а самой информационной открытости пока нет. Либо она не открыта в той мере, в которой хотелось бы. Основные проблемы здесь – это несовершенство нормативной базы. Действительно, законы у нас имеют некоторые противоречия внутри себя, между собой. Это исправимо. Отсутствие единого регламента информационного обмена. Это больше касается, наверное, органов надзора и взаимодействия с ними, саморегулируемых организаций. И недостаточная осведомленность заказчика-потребителя. Собственно, по порядку по ним пройдемся. Во-первых, несовершенство законодательства. Если в 2013 году мы обсуждали законодательные инициативы в области информационно-саморегулируемых организаций, то в 2014 году мы уже начали применять принятые нормативно-правовые акты и столкнулись с некоторыми сложностями при их исполнении. Ну, к примеру, там, 315-й федеральный закон, закладывающий базовые принципы информационной открытости, он содержит и в Сибири противоречий, и в каких-то вопросах вступает противоречие с тем же самым 152-м федеральным законом о защите от персональных данных. Также 315-й федеральный закон в каких-то вещах может вступать в противоречие со страстливыми федеральными законами, что тоже немаловажно. Далее, ведомственный приказ номер 803. Это приказ Минэкономразвития, который установил технические частности, установил те технологические решения, которые должны использоваться при раскрытии информации, при выполнении требований федеральных законов. В приказе есть неточности, в приказе есть нюансы, которые могут вызывать дворякое понимание относительно их исполнения, которые, может быть, даже не существенно влияя на информационную открытость, порождают необходимость использования технических решений, очень дорогих или очень трудно исполнимых саморегулированной организаций. И третий момент – это недостаточность регламентации и деятельности органов надзора за СРО. Действительно, с этим тоже масса проблем. Контрольные надзорные органы, наверное, не в полной мере на следующий момент в ряде отраслей выполняют функции, возложенные на них законом, и от этого тоже есть негативное влияние. Вот по поводу единого регламента информационного обмена стоит остановиться подробнее. То есть, во-первых, нерегламентирован порядок подачи СРО в орган надзора за СРО документов, в том числе отчетных. Здесь такая архаичность, наверное, отношений. Потом, необязательность использования ранее установленных форм документов. СРО отчитывается так, как им удобно, как считается нужным. Разные органы надзора разрабатывают одни и те же документы, программное обеспечение. Вот это, наверное, действительно самое сейчас актуальное, потому что проблемы-то озабочены не только саморегулируемой организацией. Органов надзора это тоже волнует, и они занимаются, ищут пути решения. При этом проблема заключается в том, что каждый орган надзора разрабатывает что-то для себя. При этом все работают над одной и той проблемой. Разрабатываются программные обеспечения, какие-то регламенты. Но так как требования к информационной открытости саморегулируемых организаций, они базовые, общие, то, соответственно, и методики раскрытия такой информации, они должны быть тоже однообразны и унифицированы. Поэтому регламент информационной открытости должен быть один. Регламент информационного обмена с органами надзора. Собственно, к чему это приводит? Это создает, провоцирует неудобства обработки и сложность учета сведений органами надзора, который, соответственно, приводит к процветанию недобросовестных СРО и несвоевременному обновлению сведений в государственном реестре. Итак, еще одна важная проблема. Потребность в информации у общества, как мы уже сказали, есть. Стимулов к раскрытию информации, к открытию информации нет. То есть не создано государством стимулов в части какой-то развития конкурентных преимуществ, чтобы раскрытие информации что-то давало. Итак, что предлагается? Пути решения до 2020 года разделено на административный путь и путь профессиональным и предпринимательским сообществам. Часть административного пути, что необходимо? Ну, в первую очередь, доработать правовую основу института саморегулирования, в том числе, произвести трансформацию базового 315-го федерального закона. В части взаимоотношений с надзорными органами необходимо выработать регламент, единый регламент информационного обмена и, соответственно, осуществить уже, наконец, полный переход на электронное взаимодействие. Профессиональному сообществу организовать и в дальнейшем поддерживать диалог с органами государственной власти, в том числе органами надзора. Это касается разработки нормативных документов и прочего. Также инициировать совершенствование законодательства, участвовать в оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, публичных обсуждениях и слушаниях, которые регулярно проводятся и доступ к которым есть. Повышать правовую грамотность потребителей. Далее, по административному пути. Также от государства требуется обеспечить выполнение органами надзора ЗСРО, возложенных на них контрольных функций, что немаловажно, и модернизировать систему образования и просвещения в целях повышения правовой грамотности от профессионального пути, от профессионального сообщества. Разрабатывать и актуализировать в дальнейшем собственные профессиональные стандарты, правила и иные документы, регулирующие деятельность предпринимателей и профессионалов, а также их объединение. Это действительно важно, потому что профсообщество должно регулировать себя, не только пользоваться теми документами, которые дает государство. И пятое, это формировать потребность в раскрытии информации у всех участников экономических отношений. Собственно, об индикаторах достижения. Ну, первое, что нам покажет, о том, что цели достигнуты, это структурированная информация об участниках рынка, о стандартах и правилах их деятельности. Второе, это сформировано единое информационное пространство. Вот здесь очень важно, действительно, то, что информационное пространство должно быть едино. Мы говорим все время о важности, о том, что информация должна быть публична, но проблемы могут создавать не только какое-то умышленное нераскрытие информации или нераскрытие информации в соответствии с законом. Информация может раскрываться, но из-за того, что она раскрывается в разных форматах или подходах к раскрытию информации выбираются разные, потребителю анализировать информацию становится трудно, а сравнивать практически невозможно. Созданы единые реестры саморегулируемых организаций, публичные квалификационные реестры, действительно, важный тоже пункт, он бы позволял сравнивать. Установлены единые подходы к раскрытию информации о деятельности хозяйствующих субъектов и их объединений. Но это напрямую пересекается с пунктом 2, с формированием единого информационного пространства. В образовательные программы включены положения, способствующие формированию профессионализма. Шестое, эффективная работа органов надзора. Седьмое, провозглашение, признание и присоединение к хартии информационной ответственности профессионалов и предпринимателей. И восьмой пункт, осведомленный об институте саморегулирования и заинтересованной в получении информации потребитель практику досудебного регулирования спора. Что мы получим, что мы должны получить от этого? Если сейчас раскрытие информации профессиональным сообществам больше нацелено на удовлетворение потребностей органов надзора, то есть целью раскрытия ставится как раз выполнить закон и удовлетворить потребности надзорных органов, а на потребителя ставится меньше акцент, то в будущем планируется, во-первых, от профессионального сообщества получать большее количество информации, то есть, чтобы раскрытие уже ориентировалось на потребности, а не на требования закона. При этом ориентация такой информации, она должна быть в большей степени направлена именно на потребителя. При этом очень важный момент касается информационной открытости органов государственной власти. Вот мы говорим с вами, и законы составляются таким образом, что требования к информационной открытости задаются больше к саморегулированным организациям, при этом мы не говорим про открытость других участников саморегулирования. Вот здесь очень важно, чтобы и органы государственной власти тоже что-то показывали. Это, в первую очередь, информативность и актуальность государственных реестров, доступность и достоверность информации о конкурсной документации в закупках, это обеспечение прозрачности торгов и тендерных процедур, открытые регламенты и результаты проверок, прозрачность методик и тарифов в расчетах. И, наконец, приоритетное направление развития в перспективе до 2025 года. В первую очередь, это развитие механизмов соорегулирования профессионального и профессионального сообщества, это повышение уровня доверия потребителей и хозяйствующим субъектам, их объединениям и общественным институтам, создание и реализация конкурентных преимуществ добросовестных хозяйственных субъектов и создание стимулов к взращиванию добросовестных СРО. Что станет индикаторами достижения цели к 2025 году? В первую очередь, сформировано общественное сознание новое, сформировано парадигм новой деловой практики, восстановлено доверие государственному муниципальному заказчику, появятся репутационные стандарты как фактор обеспечения конкурентоспособности российского бизнеса и будет достигнут высокий уровень правовой грамотности. Таким образом, станет возможно уже усиление защиты прав потребителей. Спасибо за внимание. Спасибо, Семен Михайлович. Вопросы есть? Последний доклад у нас заявленный по имиджу системы саморегулирования, а еще точнее по роли профессионального сообщества в формировании этого имиджа. Наталья Сергеевна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профессиональных сообществ. Хотела, так сказать, последним докладом за здравие обратиться ко всем из здесь присутствующих, потому что очень правильно, что блок по имиджу института включен в стратегию в силу того, что имидж – это энергия, это тот образ, который со стороны, и это тот бензин, который позволяет ехать всему механизму. В том числе имидж без того, чтобы мы все договорились, о чем говорится во всех предыдущих докладах, и без открытости невозможно. Но, к сожалению, вот наше аудиторское сообщество, которое я представляю, очень мрачило настроение, позавчера принята поправка в законе, во втором, правда, пока чтении, не в третьем еще, об увеличении численности наших объединений до 10 тысяч членов. То есть теперь объединения, которых 5 на рынке сейчас в России, сводят к одному максимуму двум объединениям. Конечно, никаких национальных объединений здесь и речи быть не может, но, тем не менее, очень жаль, что наши организации, они имеют более 20-летнюю историю, и из добровольных объединений некоммерческих партнеров, которые раньше существовали, просто фактически получили статус РО, потому что все инструменты уже были фактически созданы, это не новое объединение, и очень жалко будет, так сказать, терять их в пространской стране. Но, возвращаясь к докладу, я хочу сказать о том, что, в частности, имидж, вздумайтесь даже в это слово, имидж — это длительный процесс, и в любом случае он зависит, имидж репутации целого института, который мы с вами все вместе, дружно как раз представляем, со всеми нашими спорами, соглашениями и так далее. Это сложный процесс, который связан, во-первых, с явным определением социально значимой роли нашего института. Мы социально значимый институт. Посмотрите, посчитайте, сколько, каков процент вообще на рынке уже занимает наше объединение, наши клиенты, которые являются наши члены саморегулированных организаций. Это все мы, и поэтому мы не можем себя отделять от этого большого корабля. Поэтому на первом слайде я хотела показать то, к чему стоит стремиться для того, чтобы имидж действительно был, чтобы чувствовать, что у саморегулирования есть. Это социально значимая роль института СРО. В том числе и чиновники, и органы государственного управления, когда они понимают, что какой-то процесс стал социально значимым, который влияет на экономику страны, которая с ней работает. Естественно, по-другому идет и взаимодействие. Поэтому нам нужно работать обязательно с имиджем. Также имидж всегда характеризуется единым стилем универсальных подходов, в том числе вплоть до символики саморегулирования. То есть если у нас на наших столах флажок нашего объединения, еще флажок с каким-то символом, который говорит «я СРО» или «я занимаюсь саморегулированием», какой-то отличительный знак, это тоже будет поднимать имидж на всех переговорах, у всех организаций, ну и так далее. Это уже тактика. Дальше. Все участники разделяют установленные подходы. Да, пускай подходы будут общими. У нас много возникает споров, и они все справедливые. Но некие общие подходы, подходы к идее, да, по сути, мы должны разделять. И я надеюсь, что резолюция этой конференции покажет, что все-таки, несмотря на наши противоречия, общие универсальные базовые подходы мы разделяем. Тогда, конечно, имидж сообщества сразу пойдет вверх. Также, хотела сказать, что я считаю, что имидж не обязательно саморегулирование должен затенить или затенить ту или иную отрасль. Отраслевая идентичность обязательно должна быть сохранена и даже усилена. Поэтому, например, на территории многонациональной страны занимаются малыми народами севера и так далее. Они показывают все многообразие и красоту целых институтов. Так же должно быть и у нас. Но, тем не менее, какие проблемы, учитывая то, что имидж сложная категория, я отмечаю в своей презентации социальные противоречия, которые есть. Например, противоречия – это разнонаправленные тенденции, которые в одной и той же организации могут существовать абсолютно параллельно. Ну, во-первых, например, внутри СРО – это что? Лучшие представители профессии заинтересованы в улучшении качества работ, и они говорят, проверяйте нас пожестче, мы это потом покажем клиентам, и еще для нас наши услуги станут дороже и так далее. В повышении своей репутации заинтересованы эти члены, увеличении количества клиентов и так далее. Они обычно как раз инициативно входят в коллегиальный орган управления СРО и так далее. Одновременно в этом же СРО, назовем их так, худшими представителями профессии, в чем они заинтересованы? Они заинтересованы в упрощении требований к качеству профессии, уменьшению контрольных процедур. Они оказывают зачастую давление на менеджмент СРО, объединяясь и оказывая давление. Ну, какими тезисами, например, вы должны о нас заботиться, о членах, даже если есть нарушение обеспечивать самые льготные условия, потому что мы ваши члены, а не контролировать, вы карательный орган. Но зачастую здесь тоже на конференции прозвучало что-то. Но посмотрите, это две разнонаправленные тенденции. Они очень влияют на имидж всей организации в целом, и мы должны с этим работать. Также на следующем слайде иной пример разнонаправленных тенденций, например, в развитии целого института. Во-первых, конечно, в стране развивается гражданское общество. Президент поручил разработать модель, он заинтересован в этом процессе, да, то есть в данном случае тенденция есть. И передача функций профессионального сообщества, и это уже не остановить. То есть она все равно будет развиваться, но вот быстро или медленно зависит в том числе и от имиджа саморегулирования. И противоположная тенденция. Тенденция усложнения управления ситуацией для самих чиновников. Ну, мы понимаем, что бизнес, он всегда быстро организуется, потому что там мотивация немножечко другая. У чиновников и у аппаратов немного сложнее мотивация. Всегда государственный аппарат, он чуть-чуть задерживается в развитии, но по объективным причинам. Поэтому для чиновников сложно быстро освоить формы контроля нами же. И из-за этого возникают некоторые негативные оценки. Ну, например, связанные с тем, что чиновники говорят непривычно, ну, в частных беседах. Это регулирование, тут нам столько бумаг, сферку специли, нам сложно очень с вами работать. Либо много пробелов в законодательстве, это отмечают чиновники сами тоже. Поэтому подобных разнонаправленных тенденций может быть множество. И, соответственно, первоочередная задача всех участников саморегулирования – осознать, что имидж – это социальный индикатор. И в том числе все сообщества и наши клиенты, члены СРО и их клиенты, и органы государственного управления, увидев, что это значимый процесс, будут относиться к нему по-другому. Ну, в краткосрочной перспективе, как мы говорили, до 2020 года, можно было бы главными целями с точки зрения имиджа поставить такие. Это, ну, во-первых, остановка процессов негативизации имиджа, потому что мы чувствуем, что он провисает, как можно говорить таким сленбовым словом. Это формирование конструктивного диалога между субъектами, об этом был подробнейший доклад, и действительно это очень важно. Устранение мнений о саморегулировании, как о ведомственных придатках. Ну, вот, в нашем, собственно, с нашими поправками, когда будет одно или два СРО, это так и будет. 10 тысяч членов, и достаточно сложно будет, я не знаю, осуществлять контроль, ну, тут вот много вопросов. Но, тем не менее, признание состоятельности института и признание возможности повышения качества товаров, работы, услуг. Именно об этом тоже сегодня задавали вопросы. Не только выявление недобросовестных, а вообще работы с качеством, о том, что СРО способно с помощью своих инструментов повышать качество услуг. И тогда показывать потребителю, членам СРО, правильное мнение о своих членах. Соответственно, индикаторы достижения цели в краткосрочной перспективе – это высокая степень осведомленности всех участников саморегулирования. Я не буду долго останавливаться, потому что тексты тезисов и презентации есть на сайте. Но хочу сказать, что как мы поймем, что осведомлено сообщество, мы зададим такие вопросы с помощью опросов и других средств. Знаете ли вы положительные стороны саморегулирования? Ну, например, знаете ли вы, что в СРО разрабатываются методики полезные для членов? Да, знакомые. Когда большинство будет ознакомлено с положительными сторонами, тогда, соответственно, мы можем сказать, да, степень осведомленности высокая. Естественно, чем больше кругов, тем имидж выше. Следующая – это высокая степень понимания текущей ситуации. Это еще на шаг вперед. Она измеряется опросами, фокус-группами, экспертными вещами. Но техника – это восприятие желаемого образа саморегулирования. Все мы чувствуем желаемый образ. Третье, очень важный момент – высокая степень мотивации менеджмента СРО. Зачастую менеджмент СРО, связанный с постоянным изменением законодательства, постоянными проблемами и попытками вырастить свое СРО, не обращают внимания на развитие, на создание имиджа своих организаций, на участие на общих площадках в развитии института. Из-за этого, естественно, немотивированность менеджмента порождает такую же немотивированность среди членов СРО. Четвертое – это высокий процент вовлечения представителей СРО в консультативные, совещательные, экспертные органы при, при, при. В общем, при всех уровнях власти, общественных объединений. Чем больше будет вовлечено в общий процесс людей, тем быстрее заработает стратегия. Единая информационная площадка – это мы все признаем. И очень важно – большое число опубликованных опросов и исследований. Мы столкнулись с тем, что большинство саморегулируемых организаций и менеджмента не умеет грамотно лоббировать свои интересы. Мы зачастую обращаемся в органы государственной власти с письмами о том, что вы загнали в угол, ну, нормальным, конечно, деловым языком и так далее. Сложно работать, донести поправки. Но государственному аппарату нужно доказательство, нужны постоянные подтверждения. Чем больше опросов, чем больше данных, мониторинговых и любых других будет представлено, в том числе на единой площадке, на сайтах СРО, тем больше реальной аргументации будет для того, чтобы формировать нашу стратегию, которую мы видим, а не получать ее сверху. Соответственно, возросшее количество публичных мероприятий, то, как эта конференция, как конкурсы, которые номинации и так далее. И очень важно наличие ярких и узнаваемых лидеров. Имидж без лидеров невозможно построить, поэтому нужно в каждом объединении растить своих лидеров, искать тех людей, которые могут говорить, представлять информацию, взаимодействовать, писать как журналисты и так далее. Поэтому я хотела как раз в качестве такой практики дать несколько простых шагов к каждому саморегулируемому объединению по повышению собственного имиджа, что уже можно делать для того, чтобы репутация выросла в объединении. Ну, во-первых, конечно, постараться увеличивать сервисы. Просто подумать, о каком моем объединении, какие удобства и сервисы могут быть. Может быть это, причем большинство сервисов может быть совершенно несотратными с точки зрения бюджета. Это комплексная работа по повышению компетентностного уровня работников СРО. В большинстве СРО есть аппараты. Аппараты состоят в основном из секретарей. Но я знаю, что большинство девочек наших, мальчиков, работающих в наших организациях, если случайно на улице спросят кто-то, в какой организации вы работаете, чем она занимается, они вряд ли смогут вообще компетентно что-то ответить. Но это просто несколько кнопок нажать. Я не знаю, что-то они там делают. Вот это круги по воде, которые колоссальным образом влияют на имидж. В том числе у всех есть семьи, ну и так далее. Сами понимаете, все рабочие проблемы, они переходят в семью. Об этом тоже нужно думать. Это активный поиск профессиональной информации и подготовка эксперта реакции на нее. То есть это не то, что мы должны случайно отыскивать поправки или какие-то вещи, которые нас касаются. Мы должны искать или направленность в опережающем, можно сказать, режиме информацию, которая нас касается, и обязательно на нее реагировать. Потому что если мы просто промолчим, это можно приравнивать, в принципе, к негативной реакции. То есть с точки зрения науки, например, пиара или лоббистов, они всегда говорят, есть информация, реакция должна быть. Любая, пускай какая-то незначительная, но любая какая-то быть. Следующее. Это поиск организации развития отраслевых экспертов в рамках СРО. Соответственно, для чего нужны эксперты? Эксперты, потому что большинство объединений и смысла, собственно, саморегулирования, это профессионалы. Чем больше экспертов в каждой СРО, тем выше, соответственно, имидж. Нужно их как-то растить, может быть, микрофинансировать. Ну, что-то такое делать, чтобы эксперты в вашем конкретном объединении обязательно были. Также важна эта работа с первыми лицами СРО, как имиджевыми фигурами. Поверьте, очень большое влияние оказывает то, как выступают руководители саморегулированных организаций. Что говорят, какие документы они подписывают, как выглядят документы, вплоть до, насколько грамотно с точки зрения русского языка составлен документ. Поэтому я считаю, что руководители сами СРО, они должны немного подумать о себе, осознать, что представляют целую организацию и соответствующим образом делать. Причем есть разные технологии, как, например, человек, которому сложно перед камерами выступать, он может приглашать своего помощника, но, тем не менее, выйти все равно тоже камерами. И наоборот, тот, кто очень много говорит, иногда тоже вызывает негативные оценки. Тогда нужно просто тоже есть образ человека из народа, который всегда свой, тому прочее. То есть нужно работать с имиджем у каждого руководителя, свой, собственно, уникальный имидж. Но, тем не менее, я считаю, что если мы беремся за руководство общественной организации, связанной с общественной деятельностью, в том числе, пусть и профессиональной, мы должны этим вопросом заниматься. Также несколько шагов. Это поиск и установление максимального числа рабочих контактов. Но здесь в большинстве объединений все хорошо. Соответственно, очень важно проведение социологических вопросов, как я уже сказала, опрашивайте своих членов на разные волнующие темы. Про стандарты, про правила, нравится, не нравится, вывешивайте это все на сайте. Все это создаст большую базу аргументов для того, чтобы представлять интересы свои выше. Также это определение средств в бюджете на развитие и рекламу. Это очень важно. И по классике этот процент должен быть не менее 5%. Если ваше объединение имеет символику, флажки, фирменные знаки, печатается в журналах, в которых просто так не напечататься, а нужен бюджет и так далее, попробуйте это оценить и просчитать. Поверьте, объединение вырастет сразу. То есть вы эффект почувствуете достаточно быстро. Также совершенство системы внутреннего контроля, сейчас мы все проводим внутренний контроль, и желательно раскрытие результатов. Это покажет, что организация находится лицом ко всем. И, естественно, в том числе показать, как ты нашел ошибку, а потом ее исправил, для имиджа вызывает антикризисный иммунитет. То есть преодоление нескольких кризисов уже доказано, ведет к тому, что после этого будут какие-то у вас проблемы или еще продолжаться, вы все равно будете на этом имидже держаться очень долго. Ну, если вспомнить вот вторую историю про Мавроди, который в процессе уже сидел в изоляторе, и в это время его в химках избирают депутатом одновременно. Это просто, скажем так, езда на созданном в свое время имидже и так далее. И, конечно же, максимальное раскрытие информации о деятельности и привлечении к работе внутренних сотрудников. Может быть, даже внешних журналистов, но которые умеют хорошо писать и излагать мысли о том, чем вы занимаетесь. То есть в данном случае как бы внутренние писатели такие, прописавшиеся в организации, они должны быть. Либо, когда вы нанимаете на работу менеджмент, надо хотя бы у кого-то эту компетенцию запросить, чтобы она была писать правильно документы. И закончить я хотела на долгосрочной перспективе положительного имиджа. То, что мы видим до 2025 года и выше, это достижение доверия. Доверие, как вы понимаете, это тоже очень тонкий момент. Доверия без положительного имиджа не будет. И, соответственно, полноправное партнерство, то, о чем мы говорим, когда мы выступаем равноправными партнерами с государственными органами, в том числе с членами СРО, со всеми субъектами рынка. И, конечно, желательно это государственная поддержка как гражданских, так и законодательных инициатив со стороны государства. Ну, если будут какие-то вопросы по имиджу или еще по докладу, готова ответить в флуарах, большое спасибо. Всем удачи. Спасибо, Наталья Сергеевна. Вопросы есть, коллеги? Ну, на самом деле, Наталья Сергеевна перебрала, безусловно, регламент, но так как она была уже сам последней, так вот оптимистично, так позитивно, по-женственному, поэтому я думаю, что никто, в общем-то, в накладе не остался. Коллеги, на самом деле, несколько вещей, которые хотел бы проговорить. Первое. Могло сложиться вот такое впечатление, что тут в президиуме одни, а в зале другие. Мы все коллеги, мы в одной лодке, и мы все представители профессионального предпринимательского сообщества. Мы действительно хотим, в общем-то, создать условия для развития саморегулирования. И я надеюсь, что все, кто пришел, в общем-то, принял участие в секции по стратегии, мы все единомышленники в этой части. Мы не хотим, чтобы нами управляли, нами регулировали. Мы хотим иметь самостоятельность, право выбора и так далее. Поэтому, если бы это было иначе, мы были бы закрытой группой и выдали бы вам документ, последний уже как некий факт. Тем не менее, еще раз повторюсь, 13 заседаний, все прямые трансляции в интернете, видеозаписи все размещены на сайте группы, все их можно посмотреть, увидеть все наши бурные дебаты, как, в общем-то, приходили к тем или иным решениям. Все это достаточно непросто. На что хотел бы обратить внимание? То, что у нас и в рабочей группе проходило, и то, что мы пытались, в общем-то, донести, но, видимо, не смогли. Два резонта. До 2020-го, до 2025-го года. Если гильдия риэлторов живет уже в этом до 2025-м году, ее нет необходимости загонять в эту общегосударственную модель, в это прокрустово-ложи и так далее. Если СРО с добровольным участием ближе до 2025-го года, то, о чем мы говорим, чем до 2020-го года, слава тебе Господи, в общем-то, нет необходимости притормаживать процессы. Вот кроме одного, надо понять, что лучше нас с вами, свои отрасли, свою специфику, никто не знает. Вот мы пытаемся вот это донести до нас самих и тем более до чиновников. Когда строители начинают рассказывать про оценщиков, у оценщиков волосы дымом. Оценщики про аудиторов у тех тоже. Даже когда мы в рамках собственных сфер саморегулирования пытаемся говорить о других сферах, ничего хорошего не получается. Профессиональные вопросы должны решать профессионалы. Если каждый из нас будет заинтересован в собственном развитии, вот тогда будет отдача. Я бы очень попросил открыть вас вот в этом буклете страницу 123, несмотря на то, что все устали. У нас есть еще немного времени. Но те, кто не откроет, я зачитаю. Здесь есть резолюция и некоторые пункты я хотел бы с вами, в общем-то, молчаливое согласие, что ли, получить. Да, вот смотрите, еще, вот это общегосударственная модель, которую нам необходимо сделать самим. Вот этого нету в резолюции, я бы предложил это включить. Что, вот те опасения, которые были, что при разработке модели учесть многообразие саморегулирования в различных сферах экономической деятельности. Чтобы она не была вот не тем прокрустовым ложем, куда не впишутся кто-то, да. То есть, если у строителей сильно сегодня отличие от других, значит, для них нужно выделить свою нишу. Если у СРО с добровольным участием, и мы это увидим, и вы сами это покажете, совсем отличные вот критерии, чем для СРО с обязательным участием, это надо вынести, СРО для предпринимательской деятельности одно, СРО для профессиональной деятельности другое и так далее. Поэтому вот это многообразие надо учесть. И вот с учетом вот этого пункта, при разработке модели учесть многообразие саморегулирования в различных сферах экономической деятельности, зачитываю пункт, поручить Совету ТПП по саморегулированию профессиональной предпринимательской деятельности провести, первое, анализ причин недостаточной результативности саморегулирования в различных отраслях экономической деятельности. Второе, по итогам указанного анализа, с учетом зарубежного опыта и лучшей российской практики саморегулирования, во исполнение поручения президента 27 мая 2014 года, подготовить и внести в правительство Российской Федерации предложение о формировании общегосударственной модели саморегулирования. Здесь срок стоит 15 января 2015 года. Боюсь, что будет познавато. 15 января это должно правительство уже, точнее, Министерство экономического развития, видимо, должно внести в правительство эту общегосударственную модель. Срок, который поставил президент, не нам. Он поставил его правительству в январе 2015 года. Разработка этой общегосударственной модели. Поэтому, если помните пленарку, представитель министерства попросил к 1 декабря дать предложение по общей государственной модели, которую они рассмотрят. И в этой части приглашаю всех 26 ноября, будет очередное заседание рабочей группы, прийти очно поучаствовать, включиться в этот процесс. Вот за эти 4 дня, которые останутся, и за это время, которое есть, мы к 1 декабря должны уже какие-то тезисы из того, что было, из того, что мы услышали, из того, что вы скажете, добавить. Это первый шаг. А потом еще, ну я думаю, до 25 декабря у нас будет еще время для того, чтобы эту общегосударственную модель разработать. Так вот, вот этот пункт третий, не вызывает возражений, коллеги, что мы сами, как профсообщество, должны дать свои представления по этой общегосударственной модели? Нет возражений? Нет. Спасибо. Значит, второй пункт, он более жесткий, он пока в тезисах. Участники конференции считают недопустимым до разработки общегосударственной модели саморегулирования, внесения изменений в действующее законодательство, направленных на усиление государственного регулирования или монополизацию рынка, например, введение ограничений для получения статуса СРО в процентном отношении от количества участников рынка. В скобках. СРО участников финансовых рынков, СРО операторов по обращению с отходами или введение требования по многократному увеличению членов СРО в одной из СРО, СРО аудиторов, пример, или предложение по возврату по срегулированию в строительной сфере. Нет возражений против вот такого пункта, когда дается резолюция профсообщества, резолюция конференции о том, что мы считаем, необходимо сначала общегосударственную модель разработать и утвердить. Желательно, чтобы профсообщество все-таки не допустило там пункта о том, что в одной отрасли две или три СРО, потому что ровно этим путем идут чиновники, не дожидаясь разработки этой модели. Видимо, понимая, что регулировать, ну я уже говорил, в общем-то национальное объединение сложно, пока они там создадутся, какие там инструменты, а сделай в каждой отрасли две СРО и уже будет ситуация управляемая. Вот к этому идет тенденция, если мы с вами ничего не сделаем. Нам ее демонстрируют на всех уровнях. И если мы опять вот в резолюции конференции это не запишем, то этот сценарий максимально вероятен. Понятно, что даже если мы запишем резолюцию, возможно, это никак не повлияет. Но есть предположение, что если профсообщество все-таки объединится и скажет вот так, то чиновнику, отдельному чиновнику, очень сложно будет сказать нет, будет вот так. Он тем самым возьмет на себя всю ответственность за это решение. А сегодня, когда нету единой позиции профсообщества, чиновник делает все, что хочет, и ответственность он не несет. Вот нет возражений против такого пункта в резолюции? Коллеги, спасибо. Еще пункт в резолюции. Поддержать инициативу, ну то, что было, Советы ДПП по саморегулированию предпринимательской профессиональной деятельности по разработке стратегии развития саморегулирования в Российской Федерации до 2025 года. Ну вот здесь принять за основу, обсужденный на конференции, проект стратегии в скобках основные положения. Принять за основу. Вот тут кардинальные какие-то, еще раз, можно править, включайтесь, участвуйте, все открыто, публично, все содержательное принимается. Вот есть какие-то кардинальные возражения против такого пункта? То есть правильное применение по терминологии, все это учитываться будет, естественно, там, кто говорил про обязательно добровольное саморегулирование, терминологию необходимо править и все необходимо учитывать. Нет возражений, коллеги? Спасибо за доверие. Еще один пункт. Главным сдерживающим фактором для развития саморегулирования мы признаем практически полное игнорирование позиций профессионального и предпринимательского сообщества. Представителями органов власти, приведшая к тому, что вся законодательная база по саморегулированию разработана без учета мнения сообщества. Отсутствие стратегии развития саморегулирования, это причина тоже, да? Системно проработанной субъектной модели, включающей все стороны рыночных и общественно-государственных отношений, в том числе саморегулированные организации, национальные объединения и их членов. Нет возражений, что действительно основной тормоз это то многообразное законодательство, которое сделано без учета мнений профсообщества. На самом деле, не побоюсь, два дня назад был в Госдуме, рассматривается законопроект по национальным объединениям в комитете по собственности, депутаты обсуждают между собой, говорят, вот мы профессионалы, вот другому профессионалу из депутатов. А решение уже принято, на самом деле, отклонить этот законопроект, неважно, правильное это решение или нет. Задается красивый вопрос, кто-то, может быть, хочет еще выступить. Я говорю, две минуты от профсообщества. Он говорит, давайте мы сначала примем решение, а потом услышим ваше мнение. Ведь мнение профсообщества все равно ни на что не влияет. Это записано в стенограмме. Вот этот подход, ну, я думаю, что надо все-таки менять, да? И вот наши резолюции такие консолидированные, я думаю, что должны способствовать этому. Ну, и еще предложение. Вот, Мария Михайловна, я не знаю, на своей секции вы это обсуждали или нет, есть такой пункт. Считать необходимо введение различных механизмов ответственности, в том числе создание общества взаимного страхования, предусмотреть законодательную возможность для СРО выбирать механизм ответственности для своих членов. Мы это тоже обсуждали на секции, так как Мария Михайловна делала специальный доклад. Против такого предложения нет возражений. Я думаю, что ключевые вопросы резолюции мы с вами обсудили. Ну, и, в общем-то, да, да, да. Я это скажу завтра. Поэтому и написали практически полное, а не самое. Я думаю, что сейчас игры в дипломатию ни к чему хорошему не приведут. Вот сейчас уже тренд задан, и он показан. Если мы смолчим и примем на себя все те проблемы, которые есть в отрасли, то нам же и скажут, что так это в проекте доклада министерства, оно все там определено. Поэтому именно полное игнорирование, там более 900 нормативно-правовых актов, мы принимали после 315-го. У нас есть случаи, когда профсообщество инициативно заказывало на законопроекты экспертизу на коррупционерность. То есть при уважаемом институте законодательства и сравнительного правоведения Российской Федерации, то есть тот институт, куда сами думцы отправляют законы на коррупционерность. Так вот, такие заключения, которые говорят о том, что законопроект содержит множество коррупционерных факторов, были успешно приняты. И потом мы в Думе рассказываем, как снизить коррупционерность в сфере саморегулирования. Так может быть не принимать законы, содержащие коррупционерные факторы, и вообще тормозящие эти процессы. Поэтому, коллеги, огромное спасибо за ваше долготерпение, участие. Сейчас у нас через 10 минут будет подведение итогов, в том числе резолюция. И еще раз повторюсь, приглашаю 26-го секретарь рабочей группы Максим Олегович. Можно к нему и в перерыве подойти, оставить свои координаты. И еще раз повторюсь, все публично, открыто, включайтесь. Спасибо огромное за ваше участие. И уж извините, что не все вопросы дали задать столь жесткой регламент. Спасибо. Это аплодисменты всем нам за нашу активную работу. Спасибо. 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 Спасибо.